Изменения в законодательстве по прохождению техосмотра. Тема весьма актуальна и подробнее поговорим мы о ней с Игорем Головко, начальником отдела технического надзора управления ГИБДД МВД по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро, Игорь Александрович. Ну, первый вопрос, какие же изменения ожидают водителей и станции техобслуживания? Я так понимаю, что коснется этот закон так же? Да, 6 июня 2019 года был подписан 122 федеральный закон и принят наша Госдума, который уступает с 8 июня 2020 года. Что ждет автовладельцев, какие изменения коснутся пока тех, кто у нас эксплуатирует подвижной состав для перевозки пассажиров. Это автобусы малой массы и большой, категории М2 и М3. С 8 июня они все будут проходить технический осмотр на пунктах технического осмотра под контролем сотрудников полиции. То есть сотрудники госавтоинспекции, как и раньше до 2011 года, теперь будут принимать непосредственное участие в контроле за качеством и полнотой проверки данных транспортных средств. Существует определенная методика проверки, алгоритм, поэтому сейчас водители коснутся с новой процедурой, которой не было ранее. Теперь проверка автобуса, согласно всех процедур, будет составлять от 60 до 70 минут. То есть мы можем качественно проверить все системы узлов и агрегатов и тем самым подтвердить действительно его техническую готовность к эксплуатации и перевозке пассажиров. Скажите, а вот периодика этих самых проверок изменится? Будут ли они чаще проходить или так же останется? Нет, периодичность останется прежней. Раз в 6 месяцев, так называемый полугодовой технический осмотр. То есть это достаточный срок, если автобус будет исправен, для того, чтобы все системы служили его достаточно стойко и правильно. А почему тогда закон не принят уже с начала года, если он подписан 6 июня 2019, а будет вступить в силу только с 8 июня этого года? Есть определенные трудности и правительство Российской Федерации, принимая этот закон в Госдуме вместе с депутатами, сделало такой периодичностью, в целый год выдержало, для того, чтобы подготовить, во-первых, станции технического осмотра, так называемые пункты, которые должны соответствовать требованиям. Для них предъявляются определенные требования, как это технические здания, сооружения, поточные каналы, смотровое, диагностическое оборудование, которые должны соответствовать всем нормам ГОСТа и стандартов. Плюс личный состав, который будет задействовать. Все мы знаем, что в 2011 году, после того, как с Госавтоинспекцией убрали процедуру контроля за техническим состоянием, штатная численность была уменьшена. Для того, чтобы не было сбоев и рисков ни прохождения технического осмотра, а их 8 тысяч у нас на территории Республики, каждые полгода умножим на 2, это 16. Естественно, дали срок для того, чтобы открылись новые пункты, оборудовали их соответствующим техническим оборудованием, нашли личный состав, который надо было обучить методикой проверки. Для этого законодательством год был определен. Для того, чтобы те пункты, которые на сегодняшний день кредитованы, а их 17 на территории Республики Крым, привели также все подвижные мощности, которые у них есть, и диагностическое оборудование в соответствии с новыми стандартами. Ну и те, кто открылись, это тоже процедура небыстрая. Затягивает определенный промежуток времени. Поэтому на это все год был и отдан. То есть можно утверждать, что теперь эта процедура повлияет на уровень безопасности на дороге, ну и опять же, это новые рабочие места для полуострова, что также важно. Вы знаете, в мае 2018 года, после подписания 204-го федерального закона, который был стратегическим указом по снижению смертности на дорогах и так называемой безопасной качественной дороге, одним из пунктов, это естественно, был контроль за техническим состоянием транспортных средств. Аварийность, которая затронула территорию всей Российской Федерации в 2017-2018 годах, именно по причине технического состояния и исправности подвижного состава автобусов, принесла немало смертей и травмирования людей. Поэтому это первая категория, которая действительно вызывала риски и тяжести последствий. Вот с нее и начнем уделять этому внимание определенный момент. Отличные новости. Игорь Александрович, к сожалению, время нашей беседы ограничено и уже подходит к концу. Вам огромное спасибо за то, что встретили это утро в нашей компании. Ну а нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Игорь Головку, начальник отдела технического надзора управления ГИБДД МВД по республике Крым. Ну а наш эфир продолжается и прямо сейчас посмотрим сюжет, который подготовил для нас Александр Кононов.